Уборка после уборки. Это я про субботник в Омске. Мусор собрали и оставили его на улицах города. Набитые под завязку черные полиэтиленовые пакеты уже как примета мая. Они в парках, вдоль дорог и у домов. Где-то аккуратно составлены, где-то просто свалены друг на друга. А порывы ветра разносят мусор из них. С первого субботника, на который чиновники так активно зазывали о мече, прошло почти две недели. Почему добровольный труд жителей города оказался напрасным? И все-таки вывезут ли мусор из Омска, расскажут мои коллеги. Черные мешки с мусором теперь почти в каждом омском дворе, в каждом парке и сквере. Труд горожан, вышедших в выходной на уборку, оказался напрасным. Все вот так. И по улицам кругом, где не обойдешь, везде горы. Не вывозят. Не вывозят. Люди стараются, люди собирают. Но это все бесполезно. Пенсионерка Нина Голованова уже после субботника на уборку своего двора выходит во второй раз вновь собрать уже собранный, но не вывезенный мусор. Да и мне никто не заставлял, посчитал, вот так надо убрать. Они вот до субботника вот как собрали, так и не... Вот там целая аллея у магазина, так и не вывозили. Мусор пенсионерка складывает в контейнер, надеясь, что его вывезут коммунальщики. Вот только управляющие компании делать это не обязаны. И за уборку пакетов с мусором берутся единицы. В структуре тарифа заложен вывоз твердобытовых отходов и вывоз крупногабаритного мусора. Это диваны, холодильники, старый картон. Мусор, собранный во время субботника, в структуру тарифа не заложен. И управляющая компания, в принципе, не обязана это делать. Но мы, как компания, которая заботится о своих собственниках, делаем это за счет собственных средств. Оказалось, и городские коммунальные службы обязаны вывозить не весь мусор, собранный на субботниках. К примеру, тот, что убрали жители частного сектора или владельцы кооперативных гаражей. Но люди выставляют пакеты на дороги, а это территория города. В 2013 году мы за 10 дней справились все за мешком. Значит, остается за три дня управиться. И удастся меньше, значит, будет еще меньше. Но три дня это должно быть таким обязательным и ответственным мероприятием. Прошло уже почти две недели, мусор и ныне там. В распоряжении города около 25 спецмашин, пригодных для таких работ. В дни субботника их катастрофически не хватает. А если автопарк расширить, они будут простаивать остальное время, сетуют чиновники. В итоге, чтобы очистить город от пакетов после субботников, нужно примерно два месяца. Но эксперты считают, сделать это быстрее можно. Где складировать, когда складировать. Если это месячник, то тогда тоже как-то надо поэтапно. Может быть, от крупного к частному ходить. Сначала начать с общих территорий, потом пойти во дворы и так далее. Если в советские годы каждое транспортное предприятие давало свободную технику, а иногда и не свободную, но выходной день, и так говорится, всем миром вывозили. Способ ускорить вывоз мусора нашли жители городка Нефтяников. У нас здесь пилили тополя. У нас этот мусор лежал практически год. Когда супруг позвонил в администрацию, сказал, говорит, я сейчас сфотографирую это все, размещу на всех сайтах. Это как раз было перед выборами у нас местных депутатов омских. Приехали, убрали все. Месячник чистоты в Омске продолжается, а значит, горы мусорных пакетов еще долго будут обязательным элементом городского ландшафта. Дмитрий Куканас, Ольга Качкурова, Дмитрий Головко и Александр Рябуха. Омск здесь.